Я очень часто стал употреблять фразу, почему люди не слушают других людей. Банальный пример о том, что когда мы маленькие, да, нам родители говорят так не делать, так не делать, а мы все равно продолжаем это делать и рано или поздно мы понимаем, что, блин, они же были правы. Вот я бы просто, наверное, молодым поварам посоветовал просто прислушиваться к более старшим, но очень сильно фильтровать, естественно, то, что они тебе говорят. Лично на моем опыте одна из таких ошибок, я очень рано стал шеф-поваром, я стал в 21 год и мое время сильно обрезалось, то есть у меня сразу резко не стало свободного времени, который можно посвятить учебе, развитию, стажировкам, поездкам и прочим историям, которые могут поднять твой уровень, профессиональный уровень. Есть в Мадриде такой ресторан, точнее шеф Дэвид Мунос, и мы были у него в ресторане, Street Exo называется, и меня цепанула там история о том, что там нет ни официантов, никого, кроме поваров, то есть ты садишься вот так же за барную стойку, перед тобой кухня и с тобой общение ведет сразу человек, который непосредственно тебе будет готовить. Это все родилось в Италии, когда я стажевался в Италии полгода, и шеф это владелец заведения, понимаешь, и для меня важно встретить гостя, я не всегда это делаю, все зависит от настроения, естественно, но зачастую я стараюсь это делать сам, мы встречаем гостя, у гостя сразу открывается доверие, не каждый гость сразу понимает, что перед ним стоит повар вообще, потому что у нас там кителя не того формата, который все привыкли видеть, или еще там что-то, да, мы провожаем, потом знакомим, все, он понимает, что человек его раздел, отвел его к столу, потом ушел на кухню, что-то там начал, взял нож, порезал, вот мне кажется, это максимальное доверие. Знаешь, вот я больше и больше начинаю убеждаться в том, что все самые гениальные и самое главное вкусные блюда, они придуманы спонтанно, то есть вещи, которые ты бы никогда в обычное время не подумал, они выстреливают это именно в активные часы работы, когда у тебя куча гостей, ты в интенсиве работаешь, работаешь, и какая-то ошибка происходит, там банальный пример, это наш паштет с куриных сердец, мы его изначально подавали с пудрой из белых грибов, при сервисе все заготовки стоят рядом, чтобы увеличить скорость отдачи, я по запаре вместо пудры из белых грибов взял халву и посыпал паштет. Естественно, это все дело увидел, отставил в сторону, отдал, как мы отдаем, и потом просто ложкой тяпнул вот так вот паштет с халвой, думаю, господи, это просто, просто гениально. Знакомство с Синым у меня произошло вообще в ресторане «Вкус есть». Он находился на фонтанке, и мы большую часть продукта покупали на Сином. Для меня большое удивление, что многие шефы даже не понимают, насколько дешево на Сином рынке. То есть, когда сезон лета, я каждый день выкладывал сториз, и мне, не совру, просто на каждое сториз по 15 откликов, это где-то дешево. Банальный пример, лаймы в метр стоят 300 рублей, а на Сином рынке килограмм стоит 40 рублей в сезон. Это колоссальная экономия денег, да, там нет проводных документов, но мы же как бы в Петербурге, и все это можно чуть-чуть обойти. И зато в долгий период появилась там и женщина с рыбой, и мужчина с бараниной, с говядиной точкой, с овощами, с зеленью. Есть человек, которому можно просто скинуть в WhatsApp список, и ты придешь на Сином рынке, у тебя уже будут все пакеты собраны. Ну, для экономии времени просто, и все. Я Фокина знаю с 15-го года, как только он открыл 4Hands. Потом мы с ним связались на днях, ну как на днях, неделю-две назад, наверное. У нас еще день он приехал, мы поговорили про, опять же, концепцию, что мы хотим видеть, что он может нам дать. В течение двух дней он накидал меню. Это был, наверное, первый шеф, с которым я работаю, который за два дня накидал меню по полной той программе, которую мы хотим видеть. Делали проработки по гарнирам, по горячему, утка, ребра говядина, пастрами и тому подобное. Все, что у нас связано с конюшиной. Ну, в большей или меньшей степени с мясом и с хлебом. Брэдд Мид – это такой, не знаю, новый формат для меня. Есть Ваня, Бен, которому интересны бургеры. Только по этой причине я согласился на проект Брэдд Мид. Просто потому, что у меня был человек, которому будет интересно развиваться с этой компанией дальше. Я им на старте помогаю с меню, помогаю со всеми организационными моментами. Ну, а дальше там уже будет все зависеть от них. Буду я там вести не буду. Мне важно давать своим парням, своей команде какое-то развитие. Потому что не исключено, что через год, а может быть и раньше, я их всех обратно соберу в свой новый проект. И мы бомбанем с новой силой просто. Субтитры создавал DimaTorzok Встречаются такие истории, что мы друг к другу ездим готовить. И это не ново для нашего города. И Рустам позвал друзей, знакомых, подготовить совместно. Мне было дико приятно, потому что Рустам является, кто бы что ни говорил, неким таким идеологом скандинавского направления. И мне было просто интересно с ним подготовить. И, естественно, себя показать. Во-первых, это публика. У нас разный контингент гостей с ним. Потому что, на мой взгляд, у него чуть выше кухня, чем моя. И мне было интересно попробовать себя вот в этом сегменте, послушать гостей. Ну и, естественно, проработать то блюдо, которое я везу в Мадрид. У меня уже был опыт устрицы, маринованной устрицы. Я ее в далеком-далеком прошлом готовил, мариновал в апельсинном соке и подавал с муссом из молочного шоколада. И здесь я вспомнил эту технику просто. И так совпало из этой матрицы, что облепиха подходит идеально просто под устрицу. Но мне нужно, как устрица, это такой сладкий молочный вкус. Облепиха – это кислотность. Плюс я туда добавляю еще лимонный фреш, чтобы кислоту увеличить. То есть это маринованная устрица в облепихе. Дальше мне захотелось попробовать ее с капустой квашеной и черным хлебом, естественно. Я отправил это блюдо организаторам. И мне мгновенно пришел отказ, что, типа, Сережа, ты слишком дико, давай что-то попроще. Просто Сергей, когда нам прислал меню, что он будет готовить устрицу с капустой квашеной, для Рустама это было дико. Да вообще для многих это было дико, да, что квашеная капуста и устрица никто не делал. И Серега решил совместить эти продукты. Я переделал немножко, мы сделали из нее мусс, но у нее остался активный вкус квашеной капусты. В итоге оказалось это вкусно. И просто прошел на расхват. Сходка поваров, это, ну, мы очень редко видимся вместе, ну, то есть, а вообще категорически редко встречаемся на каких-то кухнях поготовить. И для меня это всегда некий бонус посмотреть на парней, кто как, что делает там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо вестись на бабки здесь и сейчас. Надо думать на 3 года, на 5 лет вперед. Надо думать, если тебе сегодня в 21 предложили пойти работать за 50 тысяч, там, не знаю, в кафе у Ашота за 50 тысяч, либо пойти работать к шефу-иностранцу или к топовому шефу России за 25, то, блин, мой совет выбрать вот за 25, отучиться у него, научиться, перенять это на себя. И через год ты можешь зарабатывать 75. А у Ашота ты останешься на еще нижнем уровне со своей полтинниками, когда тебя рано или поздно еще и кинут. Ну, в нашей, к сожалению, сфере это вообще вопрос на раз делается. Нас очень часто обманывают и очень часто не выплачивают тех денег, которые ты заработал, потому что это большой день. Куперсбуш которая тоже мне нужна для дальнейшего, то есть это огромная компания по производству техники бытовой, весьма крутого качества, за бешеные деньги. Обратились ко мне за провести один мастер-класс, открытый урок, и после открытого урока мы как-то поговорили о том, что им интересен этот формат. То есть мы проводим, мы приглашаем туда людей, это либо владельцы уже этой техники, либо потенциальные клиенты. И моя задача состоит в том, чтобы им рассказать, как можно пользоваться всей той техникой, которую им предлагают за большие деньги. И это интересно мне им. То есть с каждого мастер-класса, там 8-10 человек, ко мне в 4Hands приезжает минимум 50%. Каждый человек, с каждого мастер-класса есть у нас приток гостей. То есть это некая реклама для ресторана, это некий заработок для меня, это перспектива дальнейшая для меня. То есть есть там пару идей, мы собираемся, кстати, с ними запускать книгу с моими рецептами. Это будет авторский проект, огромная книга, как работать с техникой Куперсбуш. В моей жизни всегда появляются какие-то новые люди, и они появляются чисто случайно. Мы с этими людьми, я очень люблю фанатиков своего дела. Я стоял, я люблю Джаггер, с гитаристом ролистовался в гирляндах. Это то есть новые керамисты, у них было очень мало заказов, и они мне просто написали, типа, Сергей, мы готовы сделать тебе бесплатные тарелки на условиях того, что ты на наших тарелках будешь отдавать блюда, пофоткаешь, что мы твои фотографии будем использовать как рекламу. Напомни мне количество вот этих тарелочек. Так, это колда уже пошла. Где-то пять лет назад у нас появилась мастерская. И на сама Питерская она здесь муху заканчивала, а я сам из Украины там академию заканчивал. Вот. И вот пять лет мы начали заниматься здесь керамикой, здесь мастерскую обустраивать. И постепенно-постепенно как-то мы к тарелкам пришли даже сами и не думали, что мы будем именно тарелками заниматься, потому что керамика – это не только тарелки. Вот. Но так натолкнуло нас на тарелки. В принципе, нам нравится. Я приехал на производство, понял, что там максимальный псих, то есть человек чуть ли там не живет. Вот. Мы очень долго общались и пришли к мнению о том, что это крутой проект, можно сделать совместный. То есть мы делаем тарелки совместно, какие-то я сам леплю, в каких-то он мне помогает, мы их выпекаем, глазуруем. Здесь все тарелки и наши идеи, но большинство идей шеф-поваров, потому что блюда-то они делают, и им, наверное, больше видно. То есть они лучше знают, какую посуду под них нужно. Сережа сейчас у нас в такой должности мифической концепт-шеф, чтобы это не значило. Он постоял у своего друга, у нас шеф-повар здесь Игорь. Вот. Сережа приходит раз в месяц и делает какие-то корректировки по меню, предлагает новые блюда, ну, занимается обновлением, ротацией. Салют — это мой концептуальный проект. То есть я там являюсь концепт-шефом, мне просто симпатизируют ребята, которые это делали. Мне интересны коктейли и миксология, и мы с ними как-то завязались там уже скоро год, наверное, будет. И мы обновляем меню раз в месяц, и под каждое обновление я делаю гастрономический ужин и выбираю в гастрономический ужин те блюда, которые у меня на проработке не зашли. Первым курсом, значит, были тартары с форелли, с битыми огурцами и снегом на основе кокосового молока. Следующим курсом мы готовим для вас горячая закуска. Горячая закуска будет являться вегетарианской. Это томленая белокочанная капуста с муссом из двух видов сыров. Это камамбер и горганзола, фундуком и маслом на основе петрушки. То есть мы делаем проработку около 12 блюд. Я даю дегустацию для владельцев. Есть блюда, которые точно заходят всем, да, мы их не трогаем вообще, а есть блюда, которые спорные. И я им всегда говорю, я не буду основываться на вашем мнении, давайте все эти спорные блюда внесем в гастроужин и послушаем мнение гостей. То есть там 40-50 человек когда собирается. И на основании этих мнений, так сказать, мы составляем обновленное меню. То есть сегодня мы провели гастрономический ужин, новое меню заработается понедельник. Мне очень неудобно обслуживать историю о супе. Мы решили сделать вам биск на основе раков. То есть биск это такой классический французский суп, который готовится из ракообразных, из панцирек, креветок, комаров и прочих морских гадостей. Вот мы все-таки теперь в Петербурге, раки и все два. Значит у нас в составе раки, красное вино, куча овощей, томатная паста, немного карри и шафрана. Все это дело сервируется совместно с тартаром из пенца. Кладка обезвожена творогом и чукой. Да, у нас существует такая добрая традиция. Раз в месяц-полтора мы обновляем меню, обновляет нам его Сережа. И когда это происходит, мы делаем ужин-дегустацию. Дальше четвертое, это будет горячее на выбор птетим с томатными осьминожками, либо говядина в двух текстурах приготовления. На этом ужине всегда присутствует Сережа, то есть он презентует блюда, он готовит вместе с ребятами их на кухне, прорабатывает, подходит потом после каждого там блюда, увести интересуется, все ли хорошо. Повар это уже не тот, который все привыкли видеть. Это не просто человек, который приходит, режет в своем зачуханном белом кителе, который вообще не стирает неделями. Мне хочется окружать себя людьми, которым приятно, и они гордятся, что они носят китель вообще в принципе. Субтитры создавал DimaTorzok